Оптимальные сроки уборки моркови на Урале Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы Цветы розы Актуальные зимой Популярные статьи Поиск по сайту Найти Оптимальные Сроки уборки урожая на Урале Морковь Очень популярный в России овощ, который выращивают повсеместно. Она хорошо хранится в погребе, но только при определенных условиях и правильном сборе. Если выкопать корнеплоды преждевременно, они быстро потеряют сочность, станут дряблыми и сухими, а при запоздалой уборке начнут прорастать и терять вкус. В конце августа, начале сентября морковь еще активно набирает рост. Прибавка урожая за этот период составляет 40-45%. Поэтому спешка приведет к недобору овощей и получению мелких корнеплодов. На Урале наиболее благоприятным периодом для сбора моркови считается середина – конец сентября. Именно в эти сроки возможно получить наиболее высокий урожай, который пролежит всю зиму. В зависимости от сорта уральский регион характеризуется континентальным климатом. На смену холодным зимам сильными морозами приходит короткое, но жаркое лето. Весной и осенью температуры воздуха тоже весьма изменчивы. Поэтому для посадки выбирают сорта моркови, максимально подходящие к таким перепадам. Короткое лето в регионе предполагает выращивание моркови с ранними и средними сроками созревания в открытом грунте, чтобы корнеплоды успели полностью созреть до наступления первых заморозков. Так, при посадке среднеспелого сорта в середине мая к концу августа огородник уже осматривает морковь на готовность к сбору. Позднеспелые сорта часто высевают в парниках и теплицах. Время уборки ранних сортов для выращивания на Урале раннеспелой моркови выведены специальные районированные сорта и гибриды, которые не только дают стабильные урожаи, но и подходят для длительного хранения. К ним относятся амстердамская, настена, драгон и дыре. Они созревают в течение 70-90 дней после всходов. Уборку раннеспелых сортов начинают в середине августа. Такая морковь имеет менее насыщенный вкус. Ее можно употреблять, как в свежем виде, так и после обработки. Среднеранних среднеспелые сорта моркови, витамины 6, алтайское укороченное, красный великан, форта, убирают в конце августа, начале сентября. Срок созревания составляет 90-120 дней с момента появления первых ростков. Позднеспелых поздние сорта и гибриды моркови предназначены для длительного хранения. Они продолжительное время сохраняют свежесть и приятный вкус. Созревают в течение 120-130 дней. Сбор урожая проводят с начала и до конца сентября. В зависимости от погоды сроки уборки корнеплодов сильно зависят от погоды. Она может быть теплой до октября даже в северных регионах или холодной уже в начале осени в средней полосе России. Опытные огородники считают, что морковь нужно выкапывать на хранение после первых небольших заморозков, тогда урожай зимой будет лучше храниться. Отчасти это верно. Морковь относится к холодостойким растениям, и именно при похолодании начинается интенсивный отток питательных веществ из ботвы в корнеплоды. Если предполагаются продолжительные заморозки, а морковь еще не убрана, ботву осторожно пригибают и укрывают грядки агроболокном. Срок уборки урожая зависит также от того, какое было лето, если погода стояла сухая и жаркая, морковь созревает быстрее. В этом случае ее выкапывают раньше. Холодное лето с затяжными дождями задерживает созревание корнеплодов, значит, и сроки сбора отодвинутся на несколько дней или даже недель. В теплую погоду, от плюс 18 градусов Цельсия, специалисты не рекомендуют проводить мероприятие из-за конденсата, который возникает при опускании нагретой моркови в холодный погреб. Повышенная влажность помещения станет причиной гниения моркови при хранении. Для сбора урожая выбирают сухой, пасмурный и прохладный день. Желательно, чтобы за несколько суток до проведения работ не было дождей. Тогда морковь быстро просохнет и будет долго храниться. Если на момент уборки урожая прогнозируется холодная, сырая погода, морковь будет не расти, а мерзнуть и гнить. В таком случае сбор урожая лучше начать немного раньше срока. К тому же такие погодные условия способствуют заражению урожая серой гнилью. Нельзя собирать овощи в дождливую и сырую погоду или сразу после дождя. Корнеплоды слишком напитываются влагой, из-за чего снижается их лешкость или они просто растрескиваются. По лунному календарю для определения даты сбора урожая используют лунный календарь, предварительно определив степень зрелости овоща. Луна оказывает влияние на сокодвижение в клетках растений, на убывающей фазе небесного тела циркуляция замедляется. Именно в этот период рекомендуют приступать к уборке урожая. По лунному календарю самыми благоприятными сутками в 2020 году будут те, в которые Луна окажется в созвездиях Овна, Льва, Козерога, Тельца и Близнецов. Сроки уборки моркови в этом году – август 8-14, 28-29, сентябрь 4-10, 24-25. В промежуточные периоды при полнолунии, новолунии или затмении проводить любые садово-огородные работы нежелательно. Признаки готовности урожая к уборке Кроме сорта моркови, во время уборки урожая важно учитывать внешний вид растений. Готовность корнеплодов определяют по таким признакам – нижние и средние листья стали желтыми. Если дата соответствует времени уборки и позволяют погодные условия, морковь убирают с грядки, не дожидаясь, пока верхние листья пожелтеют. Если вся ботва пожелтела одновременно, это означает, что морковь была поражена болезнью. Соответствие размеров моркови, о которых написано на упаковке с семенами. Для проверки выдергивают один корнеплод и изучают его. Когда размеры соответствуют сортовым признакам, начинают уборку урожая. Наличие на корнеплодах тонких белых корешков. Если на нескольких корнеплодах обнаружены трещины при проверке зрелости, срочно убирают весь урожай. В ином случае морковь начнет перерастать. Как правильно выкапывать морковь с грядки на хранение. Чтобы правильно выкопать морковь с грядки, придерживаются таких рекомендаций. Во время сбора рекомендуют пользоваться садовым инструментом. Лучше всего для этого подходят виллы. Когда на участке легкий и песчаный грунт, а сорт моркови короткоплодный, урожай обычно собирают руками, потянув за ботву. В остальных случаях используют инструмент, так как ботва будет обрываться. Собирают урожай следующим образом. Виллами подкапывают морковь, после чего ее берут за ботву и достают из земли. Во время подкапывания следят, чтобы расстояние от вилл до корнеплодов составляло примерно 15 сантиметров. Для ускорения сбор рекомендуют выполнять вдвоем. Один человек подкапывает, а второй сразу вытягивает морковь за ботву. При сборе урожая действуют максимально осторожно, чтобы не повредить корнеплоды. Особенно это касается момента подкапывания. Поврежденные не будут долго храниться. Способы удаления ботвы. Ботву с моркови удаляют сразу после выкапывания. Если оставить листья, они будут продолжать испарять влагу, что приведет к быстрому увяданию урожая. Основные способы удаления ботвы с моркови – выкручивание. Некоторые огородники уверены, что такой способ повышает показатель лешкости корнеплодов. Использование ножниц или острого ножа. Это самый распространенный способ, который годится для непродолжительного хранения. Если отправить такой урожай на хранение до весны, из черешков начнет расти новая зелень. Удаление ботвы вместе с верхней частью моркови. Это место называют точкой роста. Так урожай не будет прорастать до следующей весны. Последний способ обычно выбирают только те огородники, у которых уже имеется большой опыт в этом деле. Метод требует максимальной точности среза. После удаления ботвы корнеплоды сушат. Подготовка к хранению. При подготовке урожая к хранению удаляют ботву. После этого овощи выкладывают на грядках для просушивания. Но если ожидается дождь, морковь убирают в помещение. Просушивают в течение нескольких часов. Морковь перебирают и отделяют от общей массы такие корнеплоды, сломанные, с трещинами, поврежденные насекомыми или грызунами. Пораженные болезнью, с поврежденной кожурой. Урожай моркови нельзя отправлять в общее хранилище с другими овощами. Так корнеплоды быстро испортятся и навредят другим продуктам. Заражение различными заболеваниями происходит очень быстро, особенно это касается грибковых спор. Наиболее подходящие условия для хранения – влажность 90-95%, температура – от 0 до плюс 1 градуса Цельсия. Даже небольшие отклонения от рекомендуемых условий хранения значительно снижают срок годности продукта. Процесс включает в себя следующие этапы. После предварительной просушки на грядке и сортировке урожай раскладывают на ткани или пленки под навесом. Просушивают в течение 2-3 дней для удаления лишней влаги с поверхности овощей. Морковь складывают в корзины или ящики с отверстиями и отправляют в темное прохладное место. За неделю она перейдет в стадию покоя. Эта процедура требуется, чтобы предотвратить прорастание овощей. Урожай хранят в погребе, желательно в ящиках с песком, которые предварительно прокаливают и добавляют 100 грамм извести на каждое ведро. Небольшой слой насыпают на дно ящиков и выкладывают корнеплоды так, чтобы они не прикасались друг к другу. Сверху их засыпают песком и выкладывают следующий слой. Заключение для правильного определения срока уборки моркови на Урале учитывают климатические особенности региона и сорта овоща. Также обращают внимание на внешние признаки готовности, например, пожелтение ботвы и размер корнеплодов. Собранный урожай важно правильно подготовить к хранению, перебрать и отбросить поврежденную морковь, удалить ботву и просушить корнеплоды. Поспешите или подождать. Морковь и свекла. Сроки уборки watch this video on YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok